Добрый день всех! Я сегодня обращаюсь за идейной поддержкой. У меня возник вопрос. Как мне дальше жить? На протяжении нескольких десятков лет меня переследует такая ситуация, которая почему-то постоянно повторяется. Я постоянно попадаю в проекты, которые в чем-то друг друга напоминают. И с этих проектов всегда заключается в том, что это почему-то люди объединяются и начинают что-то делать. Где-то получается, где-то не получается. И возникает такая очень прикольная проблема в том, что вообще вся система управления, которая сейчас в культуре сидит, в нашей сегодняшней культуре, она устроена на таких вот иерархических основаниях. Получается, когда ты собираешь группу людей, то не получается, поскольку непонятно, как это делать, непонятно, как внутри договариваться и много чего непонятно. То есть в этой системе есть у нас начальник, который вверху сидит, ну и все остальные, которые под начальником. И допустим, когда мы работали над задачей, как сохранить автомобиль от угона, то там получалось так, что каждый автомобилист по одиночке прячется от угонщика. Он такой, знаете, как заяц от волка, он спрятался где-то, да, и он... Он вдруг не угонит. Да, ну сама философия такая, как спрятаться так, чтобы не угнали, да. Вот. Почему? Потому что защитные какие-то средства, они не помогают, да, то есть, ну, не работают. Вот. И когда мы начали объединять людей, давайте сделаем так, мы по-другому будем мыслить, мы соберем всех автомобилистов и будем охотиться как на пацанную узку, на жуликов, собственно говоря, как одного поймали, так в банк был ухлопнули, да. Ну, глядишь, мы их там в городе 10 банк, мы их, в принципе, быстренько переловим. Вот. Но суть заключается как раз в том, что нужно объединить всех этих автомобилистов, а это не бизнес-логика. То есть та логика, которая предназначена для бизнеса, она совершенно другая. И законодательство, которое у нас работает, оно все поддерживает именно вот такую систему. Что меня не устраивает? Меня не устраивает то, что нет каких-то определенных правил, как вообще взаимодействовать в этой ситуации. И недавно ко мне обратились ребята, очень интересный такой проект, называется «Мекориза». То есть «Мекориза» — это такой гриф для потребителей, и делают потребительский кооператив для того, чтобы можно было… А основа, на которую мы это будем объединять, она, смотрите, она выглядит немножко по-другому, чем та, на которой строятся все наши стандартные иерархические системы. Это как раз вот то, что происходит здесь на клубе, и вот уже какой-то второй год, да, мы эту тему потихонечку вот как-то щупаем, смотрим, как это сделать. Суть в чем, получается, я пришел к Денису на клуб, по правилам клуба заявил проект, а в этом проекте есть клуб Дениса. То есть вопрос с точки зрения иерархии, кто в ком. То есть получается, что вот такая вот система, я пришел к Денису, да, и заявил вот такой вот клуб. То есть я нахожусь у Дениса, Денис находится у меня. Причем я его правила не нарушал. Вот. И если посмотреть вообще на наш биологический мир, то получается очень интересная штучка, что атомы между собой соединяются только по такому правилу. У них там нет иерархии. У них есть, ну, ковалентная связь, собственно говоря, и вся вот эта вот громадина, которая, и весь биологический мир, да не только биологический, вообще все, что мы видим, все-все-все-все, создается на вот таких принципах. А у нас используются совершенно другие принципы, и мы почему-то не можем понять, как так, блин, мы не можем договориться там два-три учредителя, а у нас нифига не получается договориться. Почему? И я сам создан, то есть я когда считал, сколько во мне находится, да, то есть клеток получается десять в четырнадцатой, да, то есть, ну, на нолике расположить, да, то есть, собственно говоря, это, ну, глаза, уши, да, и вот шесть, да, вот еще шесть и еще два. То есть, представляете, у каждого, у каждого жителя Земли есть еще сто планет, со всем населением, да, вот столько всего, ну, чтобы количество представить, это столько клеток, они все договариваются, все уживаются. В бизнесе два-три человек уже проблема, ну, сложно, реально, а десять человек, ну, 15 пробовали, да, то есть все, причем там были такие, но, ну, как сказать, обезбашенные, да, то есть, которые туда пришли только для того, чтобы договориться, и то не получилось. Вот, и как раз вот такая моделька, она позволяет договариваться вообще с любым количеством, да, которое, то есть, ну, сколько человек может связи поддерживать, сколько договариваться. Самое главное здесь увидеть какие-то качества человека, слиться с ним и раскрыть его потенциал в большую сторону. Вот такой вот принцип. Он вроде бы казалось бы простой, сам по себе, да, но, собственно, весь мир, он состоит вот именно из такого принципа. Вся таблица Менделеева, вот там посмотреть, то есть, это правило того мира, то есть, правило вот из того мира, из которого он состоит, Менделеев в свое время отобразил в таблице, да. Меня сейчас интересует создать такие правила, таблицу Менделеева, по которым можно собирать сообщество. Интернет-технологии есть, средства коммуникации есть, то есть, в принципе, технически у нас есть все необходимое. И я хочу пустить две таких нейросетки и соединить город, смогу выбрать какую-то одну из этих слов. То есть, у нас есть уровень жизни, качество жизни и смысл жизни, да, я не понимаю, почему они идут отдельно. Потому что они идут, потому что если у тебя нет, если ты не можешь понять, ты находишься там же или в другом месте, то ты не движешься. А если ты находишься то там, то там, то, соответственно, кто-то находится в другом месте, уже возникает разница. Андрей, какой у тебя был формат? Идельная поддержка. Идельная поддержка. В чем был вопрос? Мне нужны идеи, какие правила игры. Я получил вот конкуренцию из симбиоза, да, получается, вторую. Я ее как-то так понял, но я пока не могу сформулировать. То есть, идельная поддержка была на правила игры? Да. То есть, вот игра вот такая, какие бы могли были бы быть правила? Вот, которые поддерживали бы именно вот это. Которые поддерживали бы вот это. Андрей, что может еще поддерживать? Дело в том, что само понятие счастья, оно сейчас построено, там, как бы нам навязывают модель, что если ты там имеешь террари, ты там счастье. На самом деле, социалистическая модель, когда человек живет для общества, для окружающей среды, себя, то есть, это является более правильным моментом, когда человек живет для системы. Это может быть мотивационный момент, а вообще это базисная основа. То есть, понимаешь, когда человек смещает свой вектор с себя, вот, на внешний фактор, ну, никакого не фактора, на систему. Ну, это же роль, то есть, это роль, моя роль в социуме. Ну, моя роль в социуме. И если мы вспомним те же 50-ников, там, которые люди там строили, там, дни прогрессы, что угодно, они же, на самом деле, не деньги определяли, а определяло то, что они строят вместе, то есть, не живут для системы, они строят какой-то... И они счастливы будут, то есть, по большому счету. Так, и вот это вот и есть, собственно говоря, формула счастья, да? Вопрос, предложение в чем? Ну, я просто, во-первых, момент мотивационный, что в позиции счастья заходить, что иметь место, что подавать, это как элемент. Это формирует мировоззренческий момент, понимаешь? Вот ты говоришь, задача, чтобы люди заработали, цели игры, чтобы они научились... Ну, все понятно, то есть, заходить со счастья, да? Как заходить со счастья? Так как мировоззренческий формировать, что счастье заключается не в индивидуальном покреплении? Моя роль в социуме, моя роль в чем-то... Вот у меня как бы так вот внутри прозвучало, моя роль во мне. Вот если заходить, моя роль во мне... Ну, например, кто-то живет так, как мама сказала. И вот мама сказала, и он так делает. Или начальник сказал. А тут как бы самому... То есть я, по сути. Моя роль во мне. Что я хочу сделать в этой связи? Вот я думаю, самое важное, как вы в этой игре себя и отзываете. Вот в этих моментах связи. Потому что, может быть, если это интернет-проект, может быть, он какой-то начальник, его 500 почему-то, а он замаялся. То есть он делает эту работу, но ему тяжело. Вот он пришел и играет в этой игре, как там мальчик, что-то. Понимаете? И вот на мой взгляд, эта ИК, она пойдет очень легко. Потому что на самом деле мы не привыкли быть в иерархии. Нам это не свойственно. Мы привыкли вот к партнерскому отношению. Ну, добровольно там сложная коллекция. Да, согласен. Ну что ж, время твое. Мой вопрос. Кто-нибудь там уже находится добровольно? Что-что? Кто-нибудь уже находится добровольно? Ну, вон мы здесь, мы там уже второй год. Осознанно думаем, как запускаем. Твое время закончилось. Что для тебя было ценным? Вот экспресс буквально. Что в первую голову приходит? Ну, это выговорится, да. И увидеть реакцию глаз. То есть, понять, что я сказал. Что-то такое. Да, надо подумать, как это вообще говорить, да. Ну, и я так понимаю, что раза с десятого мне начнет даже хорошо получаться. Да-да-да-да-да. Ну что, давай поблагодарим. Спасибо. Андрей, за смелость и такой всевременничный проект. Спасибо. Спасибо. Спасибо.